Российские военные готовятся к новому наступлению на востоке Донецкой и юге Херсонской областей, о чём сообщает командование Вооружённых сил Украины. Переброска российских войск в направлении Донбасса продолжалась несколько дней, о чём свидетельствуют спутниковые данные. Между тем, президент США Джо Байден одобрил предоставление Украине военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Будут, в частности, предоставлены вертолёты и артиллерийские орудия. Об этом заявил Джон Кирби, представитель Пентагона. Мы с самого начала, ещё до вторжения, обязались помочь Украине обороняться. Помощь выделяется в рамках этих обязательств, с учётом того, что попросили сами украинцы, когда боевые действия сосредоточились на востоке страны. Президент Украины Владимир Зеленский, ранее настаивавший на дополнительных поставках вооружений, выразил США благодарность. Согласовано выделение дополнительной помощи для обороны Украины в размере 800 миллионов долларов. Нам предоставят оружие, боеприпасы, артиллерийские системы, БТР и другую помощь. Я искренне благодарен за эту поддержку. Мы также договорились об ужесточении санкций против России. Оказать Украине поддержку пообещали также президенты Польши, Эстонии, Литвы и Латвии, побывавшие с визитом в Киеве. Будущее Украины решится на поле боя. Правда должна победить. Украина должна победить. Помимо военной поддержки, мы должны оказывать экономическую, финансовую и гуманитарную помощь. Противостояние между Киевом и самопровозглашенными республиками продолжается уже 8 лет. За это время Донецк и другие города Донбасса получили серьезные разрушения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова